Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы разберемся вообще с вопросом этого гольфстрима. Что с ним происходит на самом деле? Встает он этот гольфстрим? Замедляется он? Или все нормально с этим гольфстримом вообще? И может быть это пустые разговоры, все вокруг него? Ну для начала вот такое видео я наткнулся, интересно. Вот кусочек посмотрим из него. Гольфстрим начал совершенно закономерно затухать. Практически гольфстрим в обычном виде. Если мы покажем это, то течение залива, он зарождается, течет поверху и обогревает Европу. Поэтому Мурманск совершенно не замерзающий порт, обогревает Штаты, Канаду. И здесь вот под него подныривает холодное лабрадорское течение, оно более плотное, поэтому подныривает. Выходит в виде канарского течения, нагревается. И вот это вот знаменитая восьмерка. Ввиду того, что закономерно опресняется океан, поскольку в межледникове льдов тает больше, чем образуется, постепенно сравнивается плотность лабрадорского течения с гольфстримом. И он все больше и больше поднимается наверх. Даже при нормальной ситуации гольфстрим уже начал на 20-30% меньше текла приносить Европе. Как только плотность гольфстрима равняется плотности лабрадорского течения, оно не имеет возможности идти на север, обогревать Европу. И два вот таких вот кольцевых замкнутых течения возникают. Это и это. То есть это шло бы при нормальном развитии ситуации. Но скважина, которая взорвалась в Мексиканском заливе, вот это как выглядел снимок из космоса, вот это вот, пятна нефти. Это самая крупная катастрофа подобного рода в истории человечества. Она, так сказать, имела совершенно дикие последствия. Вот, как вот он там пояснил, вот эта нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе. Что это за катастрофа на самом деле была, вот сейчас мы ее рассмотрим. И вообще способна ли какая-то катастрофа повлиять на такие вещи, как, я не знаю, там, гольфстрим, течение. Она же планетарного масштаба, это все вещи. Ну неужели какой-то человек, там, казалось бы, букашка, да, вот. Ну что, мы вот так можем сильно повлиять на природу, что ли, сейчас? Вот, мне кажется, вот из-за этой, кстати, мысли, многие немножко все-таки недопонимают некоторых вещей. Вот надо вот просто на каких-то примерах статистики вообще ознакомиться с этим просто как-то, ну просто буквально. Что же это у нас за катастрофа такая была, товарищи мои? Мы лезем в Google, да, вот фотография. Вот у меня тут выделено. Это вот Мексиканский залив. Как мы видим, внизу Америки он находится. Вот у нас, значит, статья, допустим, «Разлив нефти в Мексиканском заливе 22 апреля 2010 года». 22 апреля 2010 года платформа Deepwater Horizon затонула побережье американского штата Луизиана в точке с координатами такими-то, что привело к крупнейшему в истории США разливу нефти. Дальше мы читаем. Всего ввода Мексиканского залива вылилось, вот тут у меня выделено, значит, мы сейчас будем считать с вами, 4,9 миллионов баррелей сырой нефти. Ежедневно ввода залива вытекало до 40 тысяч баррелей нефти, более 6 миллионов литров. Посмотрим давайте вот на фоточки с вами. На фоточки вот этой катастрофы. Вот они, значит, тушат кораблей, едут платформу. Вот дым вот такой вот тут идет. Так вот все горит. Вот вам, пожалуйста, вот последствия уже там рыба у нас мертвая. Вот интересная фотография, вот вода. Это если внутри воды фотку сделать, вот что за консистенция у нас образуется из нефти и воды, да, вот. На что океан похож. Вот фотография интересная со дна морского, где, в общем, из вот этой скважины, просто конкретно в море фигарит вот эта нефть. Вот еще фотка у нас тут пожара огромная, в общем, пожар. Ну, вот эти люди, которые погибли. Ну, жалко, конечно, вот сверху фотография у нас. Вот такие пятна, вот такие пятна у нас. Вот тут птицы погибают. Все, в общем, очень грустно. Конкретно вот она нефть идет из воды, вот она из скважины выбивается. Так, дальше мы с вами читаем. Дальше мы читаем, значит, поступление нефти в воду Мексиканского залива продолжалось 86 дней. Ну, кстати, знаете, по разным оценкам, по-разному. Где-то вот два месяца пишут, где-то 150 дней пишут. То есть, в общем, на самом деле, надо понимать, да, что непонятно, сколько она еще оттуда вытекала, эта нефть. Значит, мы тут вот, я тут подчеркнул, значит, в результате разлива нефти было загрязнено более 1100 миль побережья. О нанесенном учерпе завели несколько Мексиканских штатах, Луизиане, Алабаме, Миссисипи, Флориде, Техасе. В прибрежной зоне наибольшему загрязнению подверглись болотистые местности. Там нефть проникла в грунт на глубине 4-5 метров. 1100 миль побережья, дорогие мои. 1100 миль побережья. Это, ну, почти 2000 километров там без малого. Я так, я буду все округлять, чтобы не даваться подробностей такие, да. Это вот мы, значит, открываем, вот, тоже Google Map, вот я тут выделил, да. Вот у нас от Флориды и до конца штата Техас, вот оно побережье вот это вот. Это почти 2000 километров. Ну, представляете себе вообще, какие это масштабы на самом деле. И что же там, вот теперь вот на всем, вот это побережье, почти 2000 километров. У нас какие теперь у нас остались следы-то этого всего. Вот мы читаем. Утечка нефти в воду Мексиканского залива привела к массовой гибели растений, удерживающих почву в соляных болотах на побережье Флориды и Луизиана, что ускорило эрозию почвы, захват территории суши и морем. В районе экологической катастрофы значительно возросла смертность среди различных видов китообразных. Вот, пожалуйста, фотографию от киты у нас. Выброшенные на Америку. Распространенных в районе залива ученых беспокоит резкий рост смертности дельфинов. Ну, в общем, экологи полагают, что реальная смертность может быть 50 раз выше официальных цифр. Так, а теперь посмотрим на фотографии вообще самого этого пятна. Вот, значит, у нас фотография, которая из видео, кстати говоря. Между прочим, вот этот снимок, мои дорогие, это у нас снимок из космоса, где космонавтики у нас летают. То есть летит вот такая вот МКС по орбите, да, пролетает вот над Мексиканским заливом, и вот такое пятнище они видят. И один космонавт спрашивает там другого, там, эй, Николай, а что это такое там внизу-то? Короче говоря, вот это пятно нефти, напоминаю, что это нефть, которая просто из открытой скважины. Непонятно сколько, один сатана знает, сколько она выливалась месяцев подряд оттуда в открытый Атлантический океан. Ну, по сути, в Атлантику. Значит, вот карта самого этого пятна. Вот есть такая карта. Вот есть у нас вот такая карта. А есть еще и даже и хуже карта, где какие-то ученые посчитали, на самом деле, что, возможно, ситуация и вот такая вообще была. Вот просто посмотрите вот сюда. Потому что, повторяю вам, если мы посмотрим на фотки Гольфстрима, как раз видно, что он как раз Гольфстрим, он как раз вот этим теплым своим течением, он как раз заходит сюда, как раз Мексиканский залив, и выходит оттуда. То есть тут еще течение. То есть, возможно, он зашел сюда, да? И вот эта вся нефть, 5 миллионов баррелей, обращаю внимание, она и дальше начинала растекаться по этой Атлантике. Давайте теперь с вами подумаем вообще, что такое на самом деле 5 миллионов баррелей нефти. Потому что, ну, непонятно, сколько это? 5 миллионов баррелей нефти. Вот смотрите, значит, у нас 1 баррель, это у нас 160 литров. То есть это, ну, примерно, я округляю все. То есть это у нас получается примерно 800 миллионов литров. 800 миллионов литров, да, господа мои? Вот берем еще одну какую-нибудь статью. Здесь, кстати, написано, что вот за 152 дня в воды Мексики поступала нефть. Площадь вот этого нефтяного пятна от 5 миллионов баррелей нефти, вот тут у меня подчеркнуто все, составила 75 тысяч квадратных километров. 75 тысяч квадратных километров, дорогие мои. И все равно непонятно, сколько это, да, на самом деле. Поэтому мы вот, допустим, залазим где-нибудь в интернете. Ну, допустим, мы берем, ну, от озера, какое мы знаем, Байкал. Байкал. Здесь вот выделена площадь Байкала. 31 722 километра, а площадь 1575, то есть не хватает нам. То есть это два Байкала получается, как два Байкала. Представляете себе? Между прочим, длина всей береговой линии Байкала 2000 километров. Ну, если все по кругу измерить. Так, мы идем дальше. Допустим, берем мы, вот, заходим. Заходим мы на Азовское море. Считаем, значит, площадь 39 тысяч квадратных километров. Азовское море. 39 тысяч квадратных километров. Все равно не 75, да? Ну, пускай, ладно, нам этого хватит, в принципе, для сравнения. Мы теперь залазим на карту. И на карте мы с вами видим, да? Вот карта Google, да? Вот я примерно тут выделил. Вот с правой стороны Азовское море у нас. С левой стороны у нас вот такой вот Мексиканский залив. Ну, как вы сами думаете, большое вообще это пятно или нет? Опять же, может быть, оно и больше еще было, да? Если мы посмотрим на фотографии самого Гольфстрима, вот здесь вот хорошо видно, что он как раз проходит через вот этот Мексиканский залив. Он там идет. Слева вот это вот нефтяное пятно в Мексиканском заливе тут нарисовано так. Символично довольно-таки. Обратите внимание вообще, товарищи, на эту катастрофу, да? Вот эту экологическую. Ну, я не знаю. Ну, вот если вот эта планета, вот такой у нас шарик, да? То есть, ну, это невооруженным глазом видно эти все аварии. И я вам скажу, что это у нас 5 миллионов баррелей нефти вытекло. 5 миллионов. 5 миллионов. А теперь, допустим, закономерный вопрос встает. А сколько вообще было таких разливов? Вообще много ли? Что вообще хоть на планете происходит по поводу этих всех нефтяных аварий? Теперь вот глянем, вот просто ради интереса, да? На крупнейшие разливы нефти вообще вот за всю историю. Опять же, вот в Википедии тут есть у нас кое-какая статистика. Статистика. Вот мы смотрим с вами, да? Январь 91-го года. Кувейт. 1 миллиард 500 миллионов баррелей авария. 1 миллиард 500 миллионов баррелей. Можете себе представить, где 5 миллионов баррелей, да? Как вот этот вот в Мексиканском заливе. А вот здесь вот у нас 1 миллиард 500 миллионов баррелей. Идут и вот следующие вот эти все аварии нефтяные. Миллионами баррелей идут. Вот счетно просто на миллионы, на миллиард даже кое-где. В общем, если посчитать все вместе, это вот опять же просто крупнейшие. Взяты просто крупнейшие аварии, да? У нас получается вот здесь вот в общей совокупности у нас получается. В совокупности у нас получается с вами 1 миллиард 600 миллионов баррелей нефтяных катастроф. Это начиная с 50-го по 91-й год за 40 лет. Опять же, это только самый крупный, там непонятно, сколько еще по мелочи, да? 1 миллиард 600 миллионов баррелей, это у нас получается 256 миллиардов литров, что равно 256 миллионов кубометров. Короче говоря, если представить, что вот эта авария в Мексиканском заливе было пятно 72-75 тысяч квадратных километров, если вот так вот представить, что 1 миллиард 600 миллионов баррелей вот так разлить, у нас получается пятно со стороной 5 миллионов километров на 5 миллионов километров, а площадь Земли у нас 510 миллионов километров квадратных. То есть, если вот так вот разлить все вот эти аварии с 40-х годов на Землю, у нас получается можно 40 тысяч раз покрыть всю нашу планету, Землю, 40 тысяч раз покрыть нефтяной пленкой. Вообще вы можете представить себе вообще, что происходит, товарищи? Вот эти цены, вот эти вот цифры, да, числа вот эти, ну я не знаю, но это, по-моему, я не знаю вообще, какую деятельность мы вообще ведем на планете вообще, товарищи? Вот что вообще человек делает? Вот казалось бы, какой-то крохотулька человек, муравей какой-то там ползает. Посмотрим вот еще раз на это пятно, да, из космоса. Представим вообще теперь масштаб вообще этого всего. То есть, невооруженным глазом из космоса на достаточно большом отдалении можно это все рассмотреть, да. То есть, да, действительно, конечно, можно сделать вывод, что, конечно, такая авария может повлиять вообще на гольф-стрим. Потому что раньше, допустим, ну я слышал о том, что это была авария, да, но какого масштаба она была, может быть, просто многие не догадываются, как бы не осознают. И коли уж пошла у нас такая речь об этих всех вопросах, то возьмем же, допустим, и поинтересуемся. А что же это такая за авария была в 91-м году, вот в Кувейте написано, написано «нефтяной пожар» в Кувейте. Январь 91-го, ноябрь 91-го года, где как раз было вот 1 миллиард 500 миллионов баррелей нефти задействовано в этой катастрофе. Так, порыскаемся. Вот такая вот статья на тему Кувейта. Оказывается, у нас это все было в тот момент, когда происходила операция «Буря в пустыне» в 91-м году. Вот у нас такая статья есть интересная. Кстати, все ссылки будут ниже даны у меня под видео, откуда я черпал эту всю информацию. «Буря в пустыне изменила ландшафт Кувейта до неузнаваемости. Среди знаменитых на весь мир нефтяных полей слой черного золота здесь совсем близко к поверхности. Появилось 700 нефтяных озер. Земля здесь и сейчас похожа на губку, пропитанную нефтью насквозь». Менеджер национальной нефтяной компании Кувейта говорит, значит, «Садам отдал приказ поджигать все наши нефтяные скважины. Смог от пожаров был такой, что в полдень было темно, как ночью, а с неба шел черный дождь. Таким образом здесь появились эти озера. Ядовитый смог висел над Персидским заливом около одного года, товарищи мои. Люди задыхались не только в Кувейте. Выпадали на курорты Турции и Объединенных Арабских Эмиратов нефтяные дожди. Нефтяные дожди выпадали в 1991 году. Сейчас это новейшая история залива, и об этом рассказывают в музее, построенном прямо на нефтяных полях. В общем, там волна раковых заболеваний прокатилась в те годы. В общем, жуть, вообще страшно было. Есть вот, допустим, такие фотографии, кстати говоря, от этого всего. То есть там нефть подходит близко к земле, как я понял, в этом Кувейте. Это у нас нефтяная страна. И просто все к чертям собачьим, все подожгли они. И просто горел весь этот Кувейт, полыхал как в аду. Ну, вот фотография, значит, у нас, заметьте, это фотография из космоса. Здесь нужно не на воду смотреть, а вот слева, видите, вот эти вот полосы черные. Вот они, я их выделю специально даже. Это вот горят, это вот нефть горит. Опять же, это снимок из космоса. То есть опять летят вот космонавты такие, да, на орбите пролетают вот мимо Кувейта. А что это у нас там за дымовуха такая, пожар кто какой-то там устроил? Что это за шашлык такой? Ну, вот вы просто прикиньте вообще масштабы, ну, вот этих вот рук человека, это все, господа. Это вот мы вот такое можем себе позволить, вот такой перформанс замутить. В общем, это вот если просто немножко поинтересоваться вообще, что происходит. Ну, вспомним о Гольфстриме, кстати говоря. Вспомним о Гольфстриме. Значит, статья у меня есть интересная. Я как-то выходил на эту статью. Она вот у меня, кстати говоря, сохранена в папке даже, говоря. Доклад бывшего министра имущества, вице-премьера правительства РФ, доктора-геолога-минералогических наук, академика Поливанова. Как раз того самого, как вот видео было в начале. Обязательно прочитайте эту статью, мои дорогие, прочитайте. Она будет первой, да она в ссылках у меня под этим видео. Это очень интересно. Там написано просто все про этот Гольфстрим. То есть в цифрах и статистика приведена. Не пожалейте полчаса своего времени, потому что это новая реальность, господа. Что можно интересного прочитать? В общем, что у нас в Гольфстриме такое? Мощность 50 миллионов кубометров теплой воды в секунду. 10 в 15 степени киловатт тепловой энергии. А это эквивалентно по мощности 1 миллиону атомных электростанций, которые столетиями обогревают Европу, США и Канаду. Мощная штука этот Гольфстрим, заметьте. Эта тепловая добавка на 8-10 градусов повышает температуру в Европе и США и даже на 2 градуса в Москве. В общем, не буду мучить никого. Статью вот эту надо обязательно прочитать, потому что там реально написано очень интересно все. Кстати говоря, она, по-моему, в 2010 году, что ли, эта статья писалась. То есть она в каком-то смысле, эта статья предсказывающая все действия, которые мы сейчас в 2016 году с вами находимся. Говорится в статье о том, что встает, в общем, этот Гольфстрим в итоге. Он, может быть, и вставал даже до этого как. Но, в общем, вот из-за этой аварии она тоже усугубила положение это все. Как мы сейчас понимаем, авария была серьезная. То есть это не шутки, не какие-то там доводы, каких-то эзотеричных людей, которые придумывают что-то там по поводу экологии и так далее. Нет, реально это огромные катастрофы, видны из космоса все это дело. Влияет это на планету в планетарном масштабе. Вся наша деятельность, эта человеческая. Не один раз это было уже за весь этот 20 век, полный он событиями ужасными и так далее. В общем, в этой статье говорится о том, что... Все знают о том, что новая реальность приходит. Ну, в то, что начинает холодать на самом деле. Гольфстрим встает, в общем, в Европе, в Америке. Не будем, в частности, погружаться. Короче говоря, где проходит Гольфстрим, там становится холоднее, да? Что еще вот в этой статье, вот можно вычесть, вот я выделил. Кстати, цена на природный газ вырастет в ближайшем будущем до 1 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров с 200 сегодняшних. Написано, это вот, по-моему, 10-го года статья. Они сейчас начинают подготовку очень серьезно, вот эти все страны. Они знают об этом с этим Гольфстримом, да? И, в общем, им нужно больше энергии. Откуда вот эти войны сейчас все идут? Вот. Мы сейчас в 2016, да? Вот можно на такой сайт залезть. Кстати говоря, там столько статистики, столько графиков вообще. Интересно, кстати, посидеть. Ну, вот у нас график такой, да? Видно здесь на этом графике то, что с 2010 года такой резкий скачок у нас мы видим. Ну, то, что действительно энергии для прогрева для наших стран ближайших всех больше нужно. То есть, нуждаемся мы в этом, вся планета. Здесь вот такой вот, допустим, график динамика цен на природный газ. Япония, Европа, США, то есть, тут мы видим тоже вот эти вот скачки из 2010-х годов, да? То есть, увеличивается это все. Вот такой график интересный прогноз потребления природного газа в развитых странах Европы. То есть, он тоже идет наверх у нас. Это вот прогноз 2015-2020 год. То есть, к 40-му году мы видим, да? То есть, прогноз идет на большее потребление газа. То есть, действительно, статья-то подтверждается на самом деле. То есть, холодать начинает. И этот гольфстрим уже не так уже работает. Развитие международной торговли газом. Вот тут тоже, значит, прогнозы все. Ну, в общем, направлено все вверх. Все тренды туда наверх. Все тренды наверх. То есть, вот можно сравнить, допустим, цены. Если там в той статье 200 упоминалось, то вот если, допустим, взять, вот, судя по этому графику, мы видим, да? То есть, в основном там, ну, почти 400 уже везде. А это вот у нас данные 11-го даже года. То есть, уже действительно так происходит. Вот ценовая карта Газпрома в Европе. Вот мы видим, какие цены. Тут тоже 390 франция, 480 словей. Ну, то есть, все в рост идет. То есть, как оно прогнозируется, да, вот, кстати говоря, так оно и у нас получается. И вот в этой статье, значит, ну, подводим итог такой, что в сухом остатке, да, тут написано. Значит, первое. Началось катастрофическое изменение климата по обе стороны Атлантики. С 2006 года замедление Гольфстрима вызывалось естественными причинами. Но после катастрофы 2010 года нефтяной платформы Рича Петролиум Гольфстрим был остановлен некомпетентным вмешательством человека. Это не эзотерика, дорогие мои. Это реальный факт. Значит, второе. Что у нас тут? Параллельно с ухудшением климата в Атлантике, по принципу, если в одном месте бывает, другому пребывать, началось резкое улучшение климата в России и Африке. Третье. Началась битва за земли Африки, в первую очередь, со стороны частей федеральной. Ну, в общем, тут уже геополитика пошла. Четвертое, значит, Европа, да и Штаты не хотят замерзать, потому что мгновенно согласовали строительство всех спорных газопроводов из России. Надеюсь, увеличить поставки газа к 2016 году до 700 миллиардов кубометров вместо нынешних 500. 700, а не 500. То есть нужно, им больше надо, товарищи, больше. И Европе больше надо этого всего и газа, и всего. Энергетика-то должна развиваться, понимаете? Что мы сейчас и наблюдаем, кстати говоря, в 2016 году, да, тоже вот посмотрите, вот и в Сирии сейчас, не хочется в политику влезать, но тоже там все завязано на этих трубопроводах, на всех этих делах. То есть это не какой-то эмоциональный фон, это вот такие все природные моменты это. То есть это не какие-то эмоции, война, там, какие-то вот патриотизм под это все подкладывается, очень много геополитических событий нам вот это все так преподносится, вот из экранов телевизоров, там вот все родители все наши смотрят, сидят это все билиберду. В действительности у нас все очень просто. Планету мы полностью добиваем, ничего уже на ней потихонечку не остается. Гольфстрим мы убили тоже, мы получается его уже, ну все, практически мы его прирезали как ножом. Банальный вопрос войны за ресурсы. Вот и все, господа, что мы имеем в сухом оставке. Банальный вопрос войны за ресурсы. Подумайте об этом на досуге, а главное осознайте вообще это все и просто осознайте это. Вот подумайте об этом. Каких вообще масштабов деятельность человек ведет на планете и вообще на что эта деятельность у нас вообще направлена. Спасибо за внимание. До свидания.